Первый продукт – это вот такой гель для душа. У него объем 750 мл, то есть это достаточно большой объем, XXL. У меня такие огромные размеры любит муж. Я люблю маленькие гели, чтобы быстро заканчивались, а он любит большие, чтобы удобно было держать в руке, как он говорит. Эта гель у нас идет с ароматом можжевельника, то есть это северный такой наш аромат. И он больше подходит для мужчин. Но мне вот так кажется, и тем, кто не любит сладкие ароматы. Поэтому вот у нас он долго-долго был, но в конце концов, слава богу, закончился. Потому что я еще раз повторяю, люблю маленькие гели. Шампунь «Ромашка» еще не помыла банку. Видите, только-только сняла с ванной. Этот шампунь у нас пользуется и я, и дочка. Это шампунь «Два в одном» вместе с кондиционером. Мне очень нравится этот шампунь «Авокадо» с «Ромашкой». Он подходит для всех типов волос. Из серии «Лофныча», то есть она биоразлагаемая серия. Плюс у нее перерабатываемые упаковки. Поэтому этот шампунь я всегда беру из этой серии. Мне он очень нравится. И, в принципе, дочка у нас там покупает разные другие шампуни других фирм. Но почему-то моется вот этим. Далее. Я иногда, бывает, не имею возможности помыть голову. Ну, в цейтноте там, да, или вот где-то, бывает, не очень хорошо себя чувствую. Поэтому я всегда использую сухие шампуни. Вот у меня сейчас два шампуня закончились, и два я снова купила и принесла домой. Мне эти шампуни нравятся, они очень выручают. Но единственный минус – у них мне не очень нравится аромат. Аромат вот этого ядреного яблока. То есть, конечно, эти шампуни чуть-чуть получше пахнут, чем предыдущие, которые были до этого. Но, тем не менее, все равно это просто… Когда ты пахнешь каким-то освежителем воздуха, то есть это не очень хорошо. Приходится их прыскать, и хорошо, если ты выходишь на улицу, и у тебя непокрытая голова, и у тебя проветривается голова. Но, тем не менее, вот эти шампуни я пользуюсь, мне не очень нравятся. Кстати, их можно использовать несколько дней подряд. Но два-три дня подряд реально можно. Единственное, волосы теряют блеск, потому что волосы содержат тальк, но они сохраняют объем и не жирнятся. Нет жирного блеска. И два шампуня. Еще одно средство, которое я полюбила, – это шампунь из серии «Бьюти Николс». Это серия, которая содержит минералы. И вот этот шампунь мне очень понравился. Он идет полностью натуральный, 95% натуральных компонентов. Точно так же биоразлагаемый. Бутылочка перерабатывается, поэтому он не относится к разряду дешевых шампуней. Но мне нравится его эффект очень. Мне нравится, что он с дозатором. Правда, приходится 2-3 раза нажимать на дозатор для того, чтобы порцию шампуня получить. Но, тем не менее, это классная такая вещь. И, в принципе, я очень даже довольна этой серией. Что у нас еще тут закончилось? Вот сиси-крем. Сиси-крем. Ой, извиняюсь, это не сиси-крем. Это у нас идет лосьон по уходу за волосами. Защитный крем. Сыворотка называется. Защитный крем-сыворотка по уходу за волосами. Серия «Климат-контроль». То есть, эта серия... Я раньше пользовалась до серии «Бьюти Николс» именно вот этой серией «Климат-контроль». Шампунем и кондиционером. И брала вот такую сыворотку для волос. Чем она хороша? Вместо кондиционера вы наносите ее на волосы. Например, перед сушкой феном. То есть, она хорошо защищает волосы от пересушивания. Плюс, можно кончики смазывать. Можно наносить на сухие волосы. То есть, ее просто наносите, выдавливаете на ладонь, растираете и пропускаете волосы через ладони. Получается хороший эффект. Снимает статическое электричество, ухаживает за волосами, блеск им придает. Ну, такая вот классная штука. И не требует смывания. Это наносится на влажные волосы. Написано, не смывайте. Ну, вот видите, на влажные. Я на разные наносила, и на сухие, и на влажные. Пена для ванн. Пена для ванн. Вандерланд. Это первая пена идет с карамельным яблоком, ароматом, красного цвета. Это какой-то новогодний вариант, по-моему, или что-то. Ну, какая-то серия была к какому-то празднику. В нее входило еще мыло, карамельное яблоко, вот видите, написано. Поэтому пену для ванн я люблю, любую. Но редко очень моюсь ванной, поэтому у меня расходуют ее в основном семейные. Я в основном под душем, по-быстренькому. Средства для интимной гигиены. Я беру вот это, которое идет именно для уже более старшего поколения, так скажем. Смягчающий крем-гель для интимной гигиены. Он смягчает, увлажняет очень хорошо, предотвращает сухость интимных зон. И вот мне нравится. В принципе, я любым пользуюсь, но этот мне нравится больше всего. Он еще содержит, по-моему, календулу. Далее, вот еще какое классное средство. Только-только вот баночку сверху помыла, внутри не стала мыть. То есть это у нас идет скраб-джем. Видите, такое впечатление, что там варенье было до этого. Но запах, конечно, обалденный, ягодный. Ну и консистенция прям шикарная. Вот здесь вот натуральные частички смородины идут. То есть вещь вообще супер. На лето вот сейчас прям супер. Жаркое лето было. И вот когда его наносишь на тело, и аромат, и консистенция. Она легкая очень. И вещь вообще супер. Тоже серия Love Nature, биоразлагаемая. Плюс упаковка перерабатывается. Ну и содержит только натуральные экстракты. И даже косточки вот эти скрабирующие, натуральные. Ну и содержит еще сахара. Следующий продукт, который у меня закончился. Извиняюсь. Закончился. Это туалетная вода. Такая зелененькая была туалетная вода. Даже забыла, как она называется. Она потому, что ушла из каталога. Тут не написано ее название. И, кстати, на упаковке тоже нет. У нее очень легкий, свежий, зеленый аромат. То есть туалетная водичка. Очень мне она нравилась. Но в каталогах ее не продают. По-моему, My Lovely Garden. Как-то так вот она называлась. Но я беру туалетную воду. Это второй раз уже. Мне очень она нравится, эта туалетная вода. Жалко, что ушла из каталогов. Мне вот она понравилась. Но она у меня закончилась. Уже остатки почти не плыскают. Дальше тальк. Тальк для тела. В этом году мало пользовалась тальком для тела. Потому что немножко по-другому я его использовала. Я использовала как пудру для тела чаще. Это, кстати, упаковка, которая когда-то на конкурсе упаковок заняла призовое место. Получила какой-то диплом, что очень удобная. Действительно, она очень удобная. То есть закрывается, открывается. То есть вот это вот. У нас наполнены просто сейчас тальком эти дырочки. И приятный аромат цветочный. Это тальк еще из старой серии. Ну вот он у меня наконец-то закончился. У меня еще, по-моему, там 2-3 талька стоят. Еще один упаковка. Еще одна шампуня сухого. Далее. Мы пользуемся с мужем на пару кремами. То есть я беру серию. Мы вдвоем ее используем. Это серия коллаген. Идет 30+. Это ночной крем. Это серия из линейки Novage. Мы пользовались. Сначала я начинала. Потом муж у меня допользовался вот этим кремом. Потому что я села себе посильнее. Я использовала линейку Novage. И у меня еще сейчас не закончились эти кремы. Но уже закончились капсулы. То есть это вот упаковка из-под капсул. Их 30 штук в упаковке Novage. И они подходят для любого возраста. Если этот крем идет 30+, по-моему, 35+, то 30, наверное, 30+. Это идет для любого возраста. Для кожи, которая требует ухода. То есть эти капсулы у нас и смягчают, и отбеливают, и увлажняют, и питают, и еще что-то делают. Борются с морщинками и так далее. Шикарная вещь. Не пожалейте. Если будет возможность, купите обязательно. Они иногда бывают со скидкой. Это в полутора тысячах пределах. Так вот. Можно заказать на 50% скидку. У кого есть такая скидочка в Oriflame. Капсулы шикарные. Очень. Ну и как вот этот крем. Этот крем муж у меня допользовал. Я перешла на более сильный. Вот крем, которым пользовалась я. Это линейка Novage 50+. Женщинам все самое лучшее. Поэтому я взяла посильнее, который себе. Хотя муж у меня старше. Но тем не менее, мужу все равно, как он выглядит. А мне не все равно, как я выгляжу. И поэтому для меня вот немножко этот уже слабоват крем. То есть я взяла вот этот. Пользовалась им. И очень осталась довольна. Дневной у меня еще не закончился. А у мужа еще, по-моему, дневной тоже не закончился. Поэтому ночные кремы мы израсходовали. Отличная вещь. Очень легкие по текстуре. И тот, и другой. Ну и вообще, конечно, если вы хотите прекрасно выглядеть, то, конечно, берите только линейку Novage. Из этой же линейки я пользуюсь вот таким эликсиром увлажняющим. Этот эликсир у нас даже распробовали партнеры из компании Mary Kay. У них такое не выпускается. И они покупают втихаря, втайне покупают эти увлажняющие эликсиры у нас в Reflame. То есть у меня вот есть несколько клиентов, которые покупают именно этот эликсир. Вещь супер. Наносится после очищения на лицо. Прямо выдавливаете. Я раньше на ватный диск наносила, потом мне стало жалко, что ватный диск потом выбрасывается. Поэтому я на руку выдавливаю и прямо массирую лицо до нанесения крема. Потом наношу сверху уже дневной крем. Поэтому вещь классная. Можно использовать утром и вечером. Я использую только утром. Вечером я наношу всякие там капсулы. Вот еще одни капсулы, которые у меня закончились буквально сегодня. Последнюю капсулу я израсходовала. Это серия Royal Velvet Королевский бархат. Это капсулы, которые идут у нас подтягивающие. Так и называются они подтягивающие. Это содержит экстракты риса черного. 30, по-моему, капсул тоже в упаковке. И вот я сначала пользовалась на ВЭЧ, потом перешла на эти. Ну, вообще, я в восторге, что эти, что те шикарные. Эти подешевле, те подороже. Поэтому любые берите. Я думаю, что точно вам понравятся эти и другие. Еще из линейки на ВЭЧ я только закончила сейчас вот эту сыворотку с витамином С. У меня почему-то, кстати, не оказалось ее здесь. Наверное, у меня лежит в ванной. А нет, вот она лежит у меня здесь. Сейчас вам ее покажу. Тальк немножко просыпался. Вот, смотрите. Вот она уже окислилась. Поэтому она уже как бы не в рабочем состоянии. Я ее закончила летом. Где-то, наверное, в июле. В середине июля. Ну, я, конечно, в восторге. Я вообще считаю, какие шикарные продукты делает Арифлейм. Ни в какие салоны красоты ходить не надо. Пожалуйста, вот салон красоты на дому. То есть, это четырехнедельный курс. Видите, здесь вот подписано даже, да, четвертая, третья, вторая, первая неделя. То есть, что делаете? Берете... Ну, давайте я достану. Ну, заказывайте. Это не дешевое удовольствие. Но она вообще прям шикарная. Прям кожа. Я все лето не пользовалась тональной основой. Благодаря вот этой вот сыворотке. С витамином С. То есть, витамин С это что? Антиоксидант. То есть, защита. А вообще, я вот недавно проходила курс по уходу за кожей. И мне очень понравилось выражение, что самый верхний слой у нас кожи – это эпидермис. И чем тщательнее мы ухаживаем за эпидермисом, тем лучше состояние нашей кожи внутри. Потому что все наши клетки нашей кожи формируются в внутренних слоях, в дерме. И чем тщательнее мы очищаем эпидермис, то есть, например, используем скрабы, используем какие-то пилинги, сыворотки, масла, тем более лучше вещества проникают в более глубокие слои кожи. Соответственно, уже клеточки, которые у нас появляются, во-первых, стимулируется рост клеток уже здоровых, полноценных. И замедляется наш процесс старения. То есть, вот это очень прям, вот вы знаете, очень интересная тема. Поэтому, если будет возможность, обязательно идите обучитесь на, например, на какой-нибудь курс от Reflame по уходу за лицом. Вы узнаете очень много интересного. Так вот, вот эта сыворотка используется в течение четырех недель подряд. То есть, что делаем? Вот здесь вот есть порошочек такой, да, и как бы антикислитель. Когда мы надавливаем, у нас часть порошка попадает там, как бы в этот самый, ну в столбик там есть такой, да, в помпу, так называемую. И когда мы выдавливаем, сейчас попробую, если у меня получится. Вот видите, сейчас она желтенькая, до этого она была светлая, да, потому что она уже окислилась. То есть, и вот она с этим вот веществом, растворителем, да, или с кем смешивается, вот эта вот порция витамина С. И мы ее наносим на кожу. На первых, запах приятный очень. Во-вторых, кожа прям супер. Она очень легкая. Она, ну у меня вот не вызывала никаких, ни раздражений, ни ощущений никаких негативных на коже не было. Поэтому супер. Ну здесь, конечно, она все уже, да, она уже не подлежит использованию. Поэтому я не знаю, вот этот курс, я считаю, что нужно их чередовать, все эти курсы. Ну вот я сейчас этот закончила. Сейчас вот закончила масла, да, после масел я буду использовать ретинол. Я уже где-то начинала его использовать, да, но потом перешла на масла. Вот сейчас снова вернусь к ретинолу. Поэтому обязательно закажите. Мне очень она понравилась. Вот, кстати, мне задавали вопрос по поводу пептидов, да. Как пептиды? Вот пептиды мне меньше зашли, чем вот эта сыворотка с витамином С. Пептиды я, ну, они дают мгновенный эффект. Вот вы их наносите, и прямо вот мгновенно они натянули кожу. За счет там вот этих, на букву Т как-то называется, вещество. Но эта сыворотка, она дает более долговременный эффект. Поэтому я ее наносила до дневного крема. То есть до дневного крема, потом сверху дневной крема наносила. То есть вот такая вот классная штука. Теперь, что еще у меня тут осталось? Ну вот жидкое мыло, прям тут остатки остались, да. Это мыло у меня любит муж очень. Оно с алоэ и оливой идет. И это мыло, оно густое. Мне как вот в магазинах продают, очень жиденькое мыло, да. И вам надо немножко, ну, хорошо, очень пенится. И такой, кто не любит сладкие ароматы, это вот как раз вот это мыло будет в самый раз. Я люблю дезодоранты. Вот такие я беру 72 часа. Меня кто-то сейчас вот сегодня прям спрашивали, типа, как вот там жарко же, да, под мышками потеет, сыро. Ну вот в течение 72 часов не сыро. То есть вещь отличная. Я не беру 48 часов. 48 часов мне как-то вообще не очень помогают, да. Вот 72 часа, вот это вот мне в самый раз. Поэтому вот эти дезики шариковые. Кстати, я раньше не любила шариковые дезодоранты, больше любила спреи. Но потом как-то перешла на шарики и очень осталась довольна. Потому что спреи, когда прыскаешь, в воздух попадает вот эта смесь. И я не могу дышать ей. Поэтому я перешла на шарики, что очень мне нравится. Еще одна вещь, которая у меня закончилась, это лосьон для ног. Идет смягчающий лосьон из серии Fit Up Advanced. Очень легкая текстура, прекрасно увлажняет и содержит, по-моему, масло эвкалипта. Потому что запах такой вот специфический, эвкалиптом пахнет. Ну и я, например, когда делаю ванночки для ног, я всегда наношу этот лосьон. Потом носочки одеваю и ножки просто супер. И вообще это серия Fit Up Advanced, это классная серия. Поэтому обязательно тоже сейчас вот он в каталог шел со скидкой. Можно заказать его в этой серии. Дальше. Еще одна туалетная вода, моя любовь, которую сейчас не продают в каталогах. Это моя одна из самых любимых вод. Я, пожалуй, ей отдаю призовые места среди всех туалетных вод. Это прям мое. Вот это мое. Этот запах какой-то черешни. Какой-то вот, ну не знаю, такой древесный, густой. Я не знаю, я в восторге. Почему ее сняли с продаж? Почему? Мне очень нравится эта вода. Верните, пожалуйста, эту воду обратно. Верните. Называется она алюминиссенса. У нее вот такой вроде простецкий флакон. Но запах просто шикардосный. Я ее обожаю. Я очень жду ее. Когда в распродажах она появляется, я беру по нескольку штук сразу. Но, к сожалению, я ей пользуюсь, поэтому она у меня заканчивается. Я вообще любитель, конечно, менять воды. Тональная основа. Вот там немножко осталось. Но что-то как-то вот все, я уже отошла. Лето я тональной основой не пользовалась. И вот сейчас там еще есть остатки. И поэтому не знаю, то ли ее выбросить уже, какую-то другую взять. Потому что я сейчас перешла на кушон. Вот все лето я не пользовалась. Если я пользуюсь тональной основой, дома наношу макияж, то я наношу кушон. Все. Кушон и точка. Потому что это одна из самых лучших основ. Наносится быстро, хорошо распределяется тонким слоем. Этот тонал, конечно, уступает. Уступает. Но, по крайней мере, вот, не знаю, посмотрю. Может быть, кому-нибудь подарю. Потому что, в принципе, там еще есть полфлакона. Это, наверное, еще есть. Вот я ее почему-то уже списала. Тоналку. Вот у меня тут все в тальке. Поэтому маска. Маска, пленка. Вообще интересная масочка. У меня такой комбинированный, ближе к жирному типу кожи. Поэтому маска, 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 пленка. Даже вот если ее открыть. Но я уже все помыла здесь. То есть, она черная. Наносишь ее. Видно, где нанесено. Снимается. Снимается. Хорошо снимается. Мне нравится. То есть, лицо после нее чистенько. Такое гладенько становится. Вот как раз это, к слову, ухаживайте тщательно за эпидермисом. Чтобы у вас клетки, которые формировались в дерме, хорошо себя ощущали от тех средств, которые вы наносите на свое лицо. Поэтому вот эту маску рекомендуется делать один-два раза в неделю. Ну, я делала минимум один, наверное. Потому что у меня есть еще другие маски. Ночная маска есть из серии Novage. Вот я использую и глиняные маски. У меня есть тоже из серии, по-моему, Beauty. Вроде бы, да. То есть, такая с розовой глины. Поэтому вот я эту масочку использовала. Я ее хвалю. Сейчас у нее был перевыпуск. Ее выпустили в новой упаковке. Поэтому смело берите, у кого есть проблемные участки на коже. Ну, вот, пожалуй, все. Вот все, что я использовала. Конечно, часть какую-то мы выбросили уже. Но, тем не менее, я постараюсь вам накопить еще продукты, которые буду пользоваться. Опять буду складывать их в корзинку, чтобы потом вам рассказать о тех продуктах, которые у нас закончились. С вами была Наталья Невзорова. Нажимайте обязательно на кнопочку лайк. Делитесь со своими друзьями этим видео. Напишите комментарии. Что вам из того, что вы увидели, понравилось и чем вы пользовались. Я буду очень-очень рада их прочитать и ответить на ваш комментарий.